Теперь каждый рабочий день у сотрудников аэропорта начинается с контроля температуры. И до конца смены никто не снимает защитные перчатки и маски, разве что только для замены, через каждые два часа. Дополнительные меры безопасности приняты для профилактики распространения инфекционных заболеваний. Тепловизор встречает каждого, кто сошел с борта самолета. Особенно тщательно обследует прибывших из стран очагов коронавируса. На данный момент сотрудники Роспотребнадзора присутствуют на всех международных рейсах, проводят контроль температуры тела пассажиров. Пассажиров с повышенной температурой тела на данный момент не выявлено. Сотрудники аэропорта Сочи провели противобиналомическую тренировку, под действуя сотрудников в случае выявления больного на борту воздушного судна. Будем надеяться, что нам не надо будет это отрабатывать в реалии, но в любом случае аэропорт Сочи готов. Еще одной мерой стала дополнительная дезинфекция всех помещений аэропорта. Точки общепита, санузлы, полы, дверные ручки, лифты и авиатрапы обрабатываются спецраствором раз в два часа. У нас достаточно дезинфицирующих средств, они все имеются в наличии и были специально разработаны графики по рекомендации медико-санитарной службы. В настоящий момент используется дезинфекционное средство CBA-18, которое используется не только в помещениях аэровокзального комплекса, но и также в самолетах. В нашем распоряжении имеются также дезинфицирующие таблетки и также средства, дезинфицирующие производство России и зарубежные средства. О мерах профилактики не стоит забывать никому. В Краснодарском крае под медицинским наблюдением находится 343 человека. Среди обследованных, по сообщению Краевого управления Роспотребнадзора, заболевших нет. В регионе по-прежнему зафиксирован только один человек с подтвержденным диагнозом коронавирус – житель Приморска-Ахтарска. Его состояние удовлетворительное, и все, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением медиков. Карантин устанавливается на 14 дней. На этот период люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпид-обстановкой, должны находиться дома и обязательно передать данные о времени и месте своей поездки на горячую линию. Телефоны вы видите на экране.